друзья всем привет сегодня мы проснулись в италии вот в таком прекрасном месте там песчаный пляж плавный прозрачная чистейшая вода здесь камни и вот мы прямо с таким вот видом сегодня проснулись вчера ночью приехали уже было поздно этой красоты не было видно и вот вчера вообще не было ни одной машины сегодня вот с нами рядом здесь приехали ну и на и на пляж очень много машин приехала это какой-то видимо такой пляж только для местных потому что здесь нет ни одного туриста в основном все только местные купаются вот кстати специально сниму для тех людей кто думает что в европе нет бездорожья вот порой попадаются вот такие вот камни острые либо вот места в которые можно заехать куда-то опустим другие не заедут и встать с краешку чтобы никто не мешал обычно нужно ехать вот по такому бездорожью и вот там тоже ведь они никто не может сюда проехать а мы спокойно проехали вот координаты этого места если кому будет интересно здесь еще неподалеку вот от этого места где мы ночевали есть город астуни вот такой вот белый весь я так понимаю это старый город и типа город крепость прям на горе находится тоже и весь весь белый по всей видимости здесь его заставляют жители красить именно стены именно в белый цвет и вот прям видно как крепость крепостные стены стены были и счастье живут люди да действительно прям старый-старый город и как во всех лучших традициях везде либо запрещен въезд либо одностороннее движение туда только пешком похоже заходить можно прям реально старый город такие здания здесь винтажные и выложен над брусчаткой все но здесь только пешочком ходить потому что с парковка как и везде в европе очень тяжело узкие улочки и естественно вся парковка занята здесь еще у них особые правила парковки а вот кстати паркоматы здесь можно оплатить по моему 1 евро час стоит парковка там сейчас было написано тоже въезд запрещен оказывается этот город строй красили в белый цвет и известью потому что ну му из улочки здесь были узенькие такие маленькие и в общем белый цвет он визуально расширял этот город во первых во вторых здесь когда была чума это известь она являлась таким защитным компонентом и в общем когда чумы погибало погибало очень много людей в европе в общем этот город из-за того что он был покрыт известью здесь было меньше жертв или вообще не было даже въезд типа короче говоря ширина метр шестьдесят высота метр девяносто только могут сюда заехать одностороннюю дверь и парковали машину и решили прогуляться по этому городу но видно конечно сразу что город такой довольно старый и но все равно здесь люди живут прям вот активность этих кафе бары всякие магазины на первом этаже и вот на таких вот машинках это электрическое рано достаточно популярно на ней легко парковаться и легко проехать везде такие вот здесь улочки я не знаю сколько ширина максимум 2 метра наверно вот здесь еще меньше и вот я вижу следы от машин они как-то здесь заезжают проезжают очень узкие места ну довольно прохладно довольно прохладно и все такое белое просто невероятно конечно вот они вот так припарковались и здесь еще машина проезд я раньше думал что где-то в японии тесно паркуются мало места на самом деле здесь европе вообще конечно на больших машинах делать нечего просто невероятные улочки а еще из-за того что его постоянно красили звездкой этот город он еще носил название белый город наверное неудивительно почему на вот это все вот такие вот здания старые они еще не имеют технических таких стыков то есть они между собой все друг другу присоединены вот вся улица грубо говоря и вот эти вот здания они все друг другом друг с другом состыкованы рядом возможно даже такое что одна стенка просто и разные люди живут за этой сты за этими стенками ну и по сути как там house как квартиры а вот друзья собственно цены какие у них здесь вот 140 110 тысяч евро 110 тысяч евро это либо дом либо квартира 100 квадратных метров и вот здесь по-моему еще участки продаются билла продаются вот 100 квадратных метров тоже за 120 тысяч долларов евро вчера мы только заметили как только прибыли на территорию дали сразу же заметили какие здесь ужасные дороги просто какие-то невероятно плохие дороги неровные все выбоинах это вот здесь участок более-менее нормально а там мы ехали я мы были вообще все что угодно в турции по сравнению с италией из греции вообще идеальные дороги можно сказать вообще все вот эти страны которые я посетил грузия россия греция италия у меня турция по-прежнему до сих пор моя любимая страна остается по всем показателям и по ценам и вообще по 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 проживанию пацаны по идее даже я сейчас остановился кусочек купил пиццы в булочной просто даже не в кафе не в ресторане 2 евро тысячи тенге кусочек пиццы они конечно не знаю какие у нас сейчас цены но мне кажется как бы италия родина пиццы но здесь наверно это все должно быть причем еще без мяса обычный сыр только и томаты еще один кусочек не целая пицца но хотя наверно да у нас пицца целая стоит дель папа тысяч четыре наверное час хотя да по сути также кусочек и должен стоить взял мы нашли здесь один более менее такой нормальный приличный отельчик за 45 евро но он такой большой с парковкой самое главное и здесь есть еще бассейн в такую жару это конечно немаловажно но они нас не заселяют говорят отель полный и комнаты еще не готова придется эти купаться там деле друзья отель весьма такой приличный очень много здесь оливковых деревьев много зелени кактусы тоже растут большие сетка такая есть здесь будет завтрак завтра проходить очень много шезлонгов и вот них здесь такие шезлонги интересно я первый раз жизни такие шезлонги визу они такое грамотное решение такой козырёчек над головой она голову не натыкала ну и соответственно два посеяна один для взрослых другой для детей у нас друзья доброе утро сегодня с цветами здесь в итальянских деревеньках мы съехали с отеля я вам вчера не успел показать комнату но в принципе отель хороший такой нужно сказать прям там все ходят следят все работают как положено комнатка небольшая но в европе нет смысла рассчитывать на большие комнаты за такие деньги вот и расположение у него прям такое хорошее рядом вообще ничего нет и даже интернет плохо работает отдохнуть самый раз единственный минус что у них ну наверное пожалуй здесь во всей европе чекаут в 10-30 и чекин в 3.30 и вот прям минута в минуту они выселяют и заселяют в турции вы можете до 12 выезжать и приедете в 9 в 10 вас заселят и рано утром даже заселят в турции с этим все гораздо проще конечно заехали небольшой итальянский городочек тут по пути посмотреть как люди живут вот очень много взрослых людей приходят на пляж и пляж просто битком забит как будто в одессе где-то здесь у них марина так стоянка запрещена установка вроде как разрешено ну вот в такие места до люди приходят у кого нет бассейнов у кого нет какой-то возможности по-другому освежиться они приходят здесь купаются в тенечке общаются разговаривают и нужно отметить что вот в италии ну и вообще в таких местах никто не залипает в телефонах там еще что то то есть если они приходят вот в такие вот места они здесь общаются как-то разговаривают как-то между собой какое-то такое время проводят кстати он там фонтанчик можно набрать воду едем по берегу адриатического моря и вот здесь вот буквально через каждые я не знаю даже несколько километров наверно приезжают люди причем не обязательно итальянцы с разными номерами со своими зонтиками вот так вот паркует машины и идут просто купаются сегодня четверг но все пляжи вообще переполнены причем на бесплатных пляжах купаются вот есть попадаются платные пляжи но которые при отелях видимо находятся там практически вообще людей нет но меньше конечно а вот вот эти вот бесплатно они прям все забиты битком видимо людям нравится что они могут общаться друг с другом и не нравится вот этот движ и вот прям где в любом месте где есть какой-то выход к воде обязательно собираются люди паркуют машину вот так прям на дороге везде а вот внедорожник заехал туда где не могут другие заехать и причем стоят везде знаки что стоянка запрещена в ночное время и и все равно люди паркуются не знаю как ночью днем прям сильно все здесь занято капитально очередной городочек итальянский они так близко расположены друг другу наверное на расстоянии 50 километров все так тесно рядом все но это относительно новый город потому что широкие улицы две машины спокойно могут разъехаться а вот по центральным вообще но она все равно односторонняя вот было а сейчас вот этап градуита это бесплатные парковки вот на таких парковках вы можете бесплатно останавливаться и там вот я вижу автодом стоит просто они чуть дальше находятся чем другие но если вы приезжаете и занимаетесь каким-то туризмом все все равно гуляете вам какая разница где гулять вот порчики то есть еще вот это по-моему плавно а это порчики то резервейшн это какой-то где мы либо отель либо ресторан здесь есть и они для себя сделали парковку я честно говоря даже не знаю зачем итальянцы путешествуют куда-то по миру у них здесь у самих всяких разных и античных достопримечательностей очень много и моря такие красивые горы такие красивые мне кажется ну наверно только вопрос в цену наверно упирается конечно если вы в турцию приедете там в принципе то же самое будет где-то на 30 на 50 процентов меньше стоит чем здесь и продукты тоже меньше стоят и отели меньше соответственно отдых меньше стоит друзья мы сейчас проезжаем мимо города матера я сейчас посмотрю по навигатору если я туда поеду и там у меня не будет небольшое небольшая разница по времени проехать через этот город я там проеду вот видите какие здесь дороги это вот дороги вот не то чтобы трассы но это как бы вот между городами вот такие вот дороги кто думает что в казахстане или в россии плохие дороги приезжайте в италию и посмотрите как вот здесь люди живут причем италия это не самая бедная вообще страна евросоюза здесь у них конечно есть автобаны магистрали но вот допустим нам сейчас надо переехать в сторону неаполя переехать полностью вот южную часть италии с одного берега на другой и ну вот мы проезжаем сейчас по таким вот дорогам то есть альтернативы по сути здесь нет я бы с радостью проехал бы по платной но это не получается в общем помимо того что здесь у них вот такие вот дороги не очень хорошие у них здесь еще но во всех местах практически возле дороги вот эти вот сельско сельхозники короче делают вот эти заборы и вы никак не можете съехать нигде на обочину вы должны ехать порой там несколько километров или даже десятков километров чтобы сделать остановку искать какой-то кармашек то есть вот она как бы дорога и граница участка подходят прям к этой дороге и они примут из камней делают такие вот заборы и соответственно никто не может подъехать припарковаться вот справа стороны этот забор они уже собрали урожай хлеба зернышек этих из которых хлеб делают пшеница и в общем мы сейчас будем проезжать либо мимо этого города модера либо мы насквозь его проедем короче говоря это город очень древний на самом деле ему несколько тысяч лет даже кто-то говорит 8000 лет и естественно вот в таких городах конечно же зарождалась цивилизация но опять же никто не знает как это было на самом деле вообще не известно что здесь было потому что я вот всегда возвращаюсь к такому примеру простому вот вторая мировая война 50 лет назад и до сих пор историки спорят не непонятно как было на самом деле вот 50 лет назад а что было 8000 лет назад тем более никто не знает поэтому конечно понятно что ученые там делают какие-то анализы там еще что-то какие-то раскопки но это очень большой промежуток времени просто невероятный 8000 лет ну конечно же все равно интересно заехать посмотреть как там но еще одно препятствие это жара то есть в такую жару больше 100 градусов по старинге то это почти 40 по цельсию здесь не так в этой части италии не так влажно а вот где-то на побережье там вообще просто пипец какой насколько я вообще толерантен к жаре и как бы могу спокойно переносить жару в принципе даже самому самому такую сильную мне даже жарко либо я просто изнешился уже в к под кондиционером постоянно в бассейне ну раньше я как бы был вообще безразличие ну жарко ну жарко ничего страшного шапку надел пошел дальше вот такие у них здесь замки есть здесь даже некоторые отели делают замках и собственно вот так вот выглядит территория между городами в италии вот здесь вроде нормальная дорога но попадается прям вообще противно ехать даже даже как будто не в европе даже я не знаю где понятно есть конечно асфальт твердая дорога все но она не очень-то и ровно с левой стороны виноградники конечно же в италии как и во франции очень много выращивают зерна и винограда и что самое интересное что я вам хотел сказать вот навигатор показывает время прибытия 4 0 1 16 0 1 то есть как правило я всегда прибавляю к этому времени полчаса час потому что там нужно сделать остановки на заправке нужно размяться нужно в туалет сходить нужно что-то покушать перекусить купить и в общем время тянется и если мы сейчас заедем в матеру то там нам будет интересно мы будем фотографировать снимать видео а чекин в отеле только с двух до пяти или даже с трех до пяти то есть вы прийти ехать в этот отель зарегистрироваться можете только вот это вот это окошко с трех до пяти только два часа вам дается чтобы вы приехали и зарегистрировались если вы где-то задержались или опоздали или еще что то вам там надо будет искать хозяина искать человека кто вас зарегистрирует может быть он даже откажется регистрировать короче говоря в европе и у них прям вот здесь вот это вот эти вот рамки дурацкие они прям но мне не нравится в турции в этом плане я вообще себя всегда свободно чувствую у них там чекаут в 12 я им всегда звоню да направо надо ехать но вот я хочу через матера проехать я вот всегда звоню им говорю можно я забрани с этот play check out они да во сколько вы хотите я горнув 3 в 2 можно да конечно у вас будет бесплатно и бесплатно лайчика и вот так вот здесь попробуйте позвоните скажи скажут вам будет вам все бесплатно скажет заплатите и будет вам вот вроде бы сейчас мы проедем через матеру и в принципе время даже не сильно изменится там несколько минут буквально но это хорошо что так получилось обычно там может быть то что мы едем не по навигации там может прибавляться еще много времени здесь у них вот черная земля я вижу они уже урожай собрали и уже и вспахали середина лета и наверное еще сейчас раз засеют и потом перед зимой еще один урожай у них будет вот такие вот здесь поля там итальянские кипарисы растут красивые ну и в общем что я хочу сказать что вот эти вот условия в отелях они дебильные потому что не то чтобы дебильные просто не успевают у них там одна уборщица естественно они начинают там в 10 часов людей выселять и она найдет до 3 часов убирает все номера конечно для отеля как бы это хорошо что они не содержат там несколько уборщиц которые могут быстро убрать отель у них одна там уборщица она не спеша потихонечку убирает его так этот по всей европе это продолжается а в турции там вообще конечно в этом плане нужно всегда расслаблено ехать путешествие это конечно с одной стороны классно чтобы позавтракали быстро вышли с отеля пока там допустим жара вы переехали в другое место к примеру и все вечера вас свободны вы можете чего хотите делать и ну а с другой стороны вот эти вот рамки иногда и подольше охота поспать они получается потому что завтрак в 10 заканчивается и вам надо в 10 еще и выехать успеть и еще заехать успеть с двух до пяти каким-то образом если человек с другого города если он в пробку попал два часа это очень маленькое окошко но у них здесь вот в европе вот так все то есть у них вот все секунда-секунду самолет вовремя приезжает поезд вовремя автобус все вовремя они как-то вот к этому привыкли а вот нам с нашим металлитетом конечно это но я в принципе тоже люблю как сказать быть пунктуальным и вот это по времени все жить но я не люблю рамки вот эти вот границы два часа всего лишь это очень мало я бы может сейчас остановился бы здесь по по гулял бы до вечера в материи бы и посмотрел бы древний город это очень старый город это один из самых старых городов в мире было бы интересно может быть мне он наряду вот это по моему карагач растет здесь да друзья представляете в италии растет карагач одно из самых моих любимых деревьев я даже не знал заехали в этот город все таки и значит здесь конечно же есть тоже и новые дома которые выглядят как типичные европейские очень узко все очень узко просто невероятно узко вот сасья это пещерный древний город даже никто по по сути не знает сколько ему лет на самом деле но говорят что типа около восьми тысяч лет и он вырезан в туфе туф это такое вещество типа песка вулканического происхождения ну нагретый песок очень сильно и он так как бы типа в камень превращается но его можно резать пилой можно резать там молоточком стучать можно форму придавать он по сути как бы не разрушается и можно из него пещеры делать в нем жить можно вот мы за из как мы сколько приближаемся столько нам приблига прибавляют сюда 16 13 и так далее и как раз мог пить и приедем отель по всей видимости я здесь смотрел отель и отели здесь минимум 80 евро обычные простые отели три звезды поэтому я не захотел здесь останавливаться уже забронировал там на том берегу и в европе здесь не прокатывает что типа приехал в отель там типа на рецепшене тебе сказали меньше да тебе могут сказать меньше на рецепшене если ты успеешь до поднятия цены и вообще успеешь приехать чтоб там были номера потому что вы можете пока будете ехать просто закончится номера вот я это уже несколько раз встречал в европе отели все небольшие там у них в районе где-то 10 20 там 30 номеров максимум и пока вы едете могут просто разобрать все эти номера поэтому лучше все резервировать заранее и плюс ко всему еще чем меньше в отеле остается место тем выше отельеры поднимают цены потому что он они понимают как бы спрос идет ажиотаж идет и поэтому они цены поднимают и ну и все равно люди платят потому что это мы ладно там в машине можем где-то остановиться поспать а если люди допустим едут и им нужно нужен кров нужно в душ сходить и отдохнуть нужно где они будут спать они же не могут на лавочке спать ну такой вот интересный город в принципе сассо-сассо-брисану мы читали про итальянский язык оказывается он относительно молодой и видите здесь много людей вот с таким цветом кожи и в том отеле где мы жили они тоже там много работала официантами и садовниками много работали по всей видимости это эмигранты которые здесь уже как бы официально работают и нельзя туда ехать поздравляю знак запрещающий туда заехать только могут заехать те люди которые там живут ну и соответственно если вы туда заедете могут может камера просто сфотографировать а потом понять что вы там как бы не живете все вот на правда приехали люди швейцарии но здесь можно вот на парковочке припарковаться оплатить вот билеты столько здесь стоит парковка по моему один час или или просто тариф 70 евро а от короче 070 до 0 30 до 070 в общем не знаю я как это работает еще пока мне только предстоит с этим разобраться а вот эти все улицы они односторонние но понятно естественно там достопримечательность поэтому они ограничивают туда туда движение и короче говоря мы если сюда и приедем только наверное когда будет погода не такая жаркая может быть зимой или очень весной в общем ничего короче говоря здесь нам делать поэтому мы уезжаем уезжаем тут еще кастелло замок есть но естественно древний очень город вернее это вот уже где мы сейчас едем уже конечно же не новый город но и здесь есть остатки руины или там пещеры какой-то подземный город он очень древний наверное он поэтому только и сохранился потому что он находится пещеры под землей находятся вот то что мы сюда заехали покатались здесь пять минут нам навигация прибавила 15 минут к нашему маршруту ну ничего страшного зато посмотрим город матера как он хотя бы выглядит единственное что только самое интересное это вот только там и вот мы уже отъехали как бы от центра уже отъехали и все равно по-прежнему платные дороги даже в таких маленьких городочках вот готовьтесь к этому если едете в европу то нужно будет либо искать где-то с магазином парковку либо рядом где-то с отелем парковку либо нужно понимать а вот да это за час 50 центов это за час идет цена то есть вы платите за каждый час либо 070 либо 050 либо 030 минимум короче говоря нормально здесь стоит парковочка вот друзья здесь есть такой кармашек остановка возле этого города модера и эти улиточки во вторых вот он вот так находится на горе вот это это даже не центр конечно каждый видит то что хочет видеть но когда вот так вот останавливаешься хочешь посмотреть там какие-то сделать кадры вроде бы началась здесь более-менее такая нормальная дорога с мостами с туннелями это бесплатная дорога и принципе она ровная я переживал что будет через горы не очень хорошая дорога по серпатином они здесь сделали и у них бесплатная хорошая платная хорошая вообще исторически конечно мы и древний рим славился дорогами первоклассными конечно же в европе должны быть хорошие дороги нам еще в греции говорили ребята что типа чем дальше будете проезжать в грецию продвигаться в европу с греции тем лучше будут дороги и но на самом деле попадаются конечно участки прям вообще никакие а здесь виды такие хорошие дороги хорошие и расстояние уже больше ближе к центру южной италии расстояние уже между городами больше намного и конечно же за два часа мы в принципе проедем 107 километров а если ехать по автобану то там нужно много объезжать через дня боль большой крюк делать и поэтому по сути ну разницы нет едете бесплатно что-то смотрите и плюс ко всему еще и нормально а в древнем риме были настолько хорошие дороги что из рима можно попасть было и в афины и и в египет в общем во все ключевые точки можно было прямо по твердому полотну на повозке там или на камнях на чем-то таком на конях добраться до вот этих вот всех ключевых городов то есть уже тогда были хорошие дороги здесь мы сейчас проезжаем вот здесь вот в южной части в центральной части южной части италии есть такой горный массив наверное где-то до 1000 метров горы может быть даже больше вот эти вот прямо по курсу наверно они еще и дороги здесь мы идут в том числе платная дорога вот мы сейчас двигаемся в сторону солерно солерно 23 километра поворот на солерно и вот собственно мы движемся сейчас сумму солерно и здесь вот дороги проходят получается такой серпантин из мостов и то есть он по краю скалы идет мосты сделаны мосты вот так вот там просто вниз дорога вообще там ничего нет обрыв а здесь вот мы едем и это платным магистраль вроде бы как бы раппи ра5 возможно она бесплатно но короче говоря тут ее периодически ремонтируют и периодически реверсивное движение иногда мы на встречную выезжаем и в общем весело здесь конечно в италии нужно отметить что у них вот так вот узенько все и и пробейцы они никогда ничего такого лишнего не строят никаких лишних карманов никаких вот таких зон отдыха больших чтобы отдохнуть остановиться все а вот если допустим какая-то экстренная ситуация есть карманы и все то есть все сдержано так по европейски никаких из лишь вот через 250 метров будет карман ну туда буквально помещается несколько машин только и на протяжении трассы иногда заправки бывают иногда вот такие карманы но это аварийный карман то есть вы можете здесь остановиться только экстренной необходимости типа как для отдыха он запрещен но останавливаться отдыхать спать там естественно невозможно да вот сюда мы едем в сторону солерно и опять вот 40 знак это значит что сейчас здесь что-то будет а нет здесь вроде бы нормально а иногда бывает просто перекидывают на встречную полосу да он скорее всего сейчас там как раз таки будет поэтому и знак стоит то есть если знак вот такой вот стоит 40 он не просто так стоит это значит действительно надо замедлиться до 40 потому что у нас 60 вот такой маневр очень сложно совершить и причем они как бы затеяли символом все знаки расставили а рабочих нет никого не работают никто не работает у всех съест а потому что вся европа работает до двух до трех часов потом а тут отдыхают вот еще один мост и вся магистраль они здесь мост ремонтируют от с правой стороны они прямо весь мост ремонтируют и они сняли вот это все полотно либо они его ремонтируют либо они расширяют по этого не делают ну периодически попадаются конечно красивые виды но в основном все сухо сухая сухая трава все высохло урожай собрали деревьев высоких тоже мало вот такие туннели здесь но туннели в основном короткие по 500 по 700 метров там максимум может быть километров это вот такие мы только проезжали по европе напоминаю в турцию у меня был туннель 15 километров бесплатный туннель я проезжал со стороны трапзона туда в сторону отталии просто невероятное конечно было ощущение у меня 15 километров таких по туннелю по туннелю периодически попадаются очень красивые всякие разные мосты и сооружение вот этот мост довольно старый но он весьма красивый такой с учетом того что он находится вот так вот в горах далеко от цивилизации дорога весьма старая но она такая тяжело ее было построить в свое время и сейчас они здесь ее ремонтируют еще еще один мост 670 метров через какой-то здесь каньон или я даже не знаю это конечно же 100% платная дорога но мы сейчас по ней едем бесплатно навигация у нас ведет потому что возможно они ее ремонтируют либо здесь просто участок есть я даже не знаю как бы я ехал здесь по этому серпантину по обычным дорогам вот этот мост он начинается отсюда и почти 700 метров вот так вот в горах вот так вот в горах там ущелье какое-то невероятные строения здесь всякие встречаются конечно друзья только что навигация вывела нас на уже на настоящий автобан магистраль а2 платная трасса безусловно и но я имею ввиду выглядит вот так вот платная дорога здесь в Италии и навигация мне только что сообщила что здесь камеры замеряют среднюю скорость то есть камеры стоят не где-то в одном месте но они их много здесь и они постоянно замеряют скорость из которой вы движетесь то есть фиксируют точку здесь фиксируют точку там и потом среднюю скорость вычисляют с какой скоростью вы вообще проехали тот или иной участок поэтому с камерами здесь ограничение по скорости 120 километров в час в принципе этого вообще с лихвой хватает чтобы проехать и чтобы не потратить много топлива и чтобы это было безопасно поэтому смысла ехать быстро вообще никакого нет так вот туннель первый туннель на 600 метров на платной дороге но я так понимаю сейчас через 18 километров она меня сведет отсюда выведет и я как бы ничего не заплачу и плюс ко всему еще помимо того что здесь среднюю скорость мерят еще вот с правой стороны а нет не здесь через 200 метров наверное в тоннеле да скорее всего либо в тоннеле либо прямо перед тоннелем была камера угонять здесь вообще нет никакого смысла но все мы наконец-то подъезжаем к нашему месту жительства тут 15 минут ехать и 15 минут как раз где-то 20 минут у нас остается там чтобы заселиться здесь есть пляж это город называется акрополе и это уже противоположное побережье здесь так по-моему уже здесь другое море будет сейчас ну и соответственно другие места другие пляжи все кто здесь путешествуют говорят что по отзывам ну и вообще по общему общим сведениям с интернета вот эта вот часть Италия она более такая живописная яркая красочная тут на дорогах фильмы снимают типа там про Джеймса Бонда такие вот красочные яркие ну будем ехать в сторону Рима посмотрим приехали в наш новый отель здесь есть электрическая зарядка вот такие вот ящерицы есть и он находится вот собственно в горах там у меня за спиной моря новое море а здесь у них вот печки есть духовки в которых пиццу можно готовить вот наш автомобиль здесь по ходу дела кроме нас никого вообще нет и а что самое интересное нам дали код мы зашли на рецепшн сами сделали себе чекин вот здесь открыли вот здесь написано причем мы вовремя приехали знали бы мы и бы так не торопились конфеты есть карта есть ну карту возьмем антисептик и вот как раз таки написано что завтрак до десяти чекин до пяти с двух до пяти и здесь такой лобби можно телевизор поглядеть посмотреть чай можно попить к счастью у нас целая куча воды мы сейчас будем здесь чай делать себе и кофе а еще что самое интересное то что у них здесь вон там внизу целая куча алкоголя я даже не знаю сколько очень много здесь у них по моему 4 комнаты всего лишь в этом отеле и в общем нам дали вот такую чисто культурно ну новый отель очень и большой шкаф телевизор вроде бы интернет есть ну по сути все самое необходимое есть и очень чисто у них здесь в Италии во всех номерах в отелях есть биты зачем-то мыло есть кондиционер ну в общем по-моему 60 евро что ли что-то типа этого стоит ну это один из самых бюджетных вариантов этой области вот такая у нас здесь терраса друзья собака здесь наша а вот здесь в этой духовке они готовят кушать я по удовольствием что-нибудь приготовил бы а вот здесь газ газ и вода вот в этих бочках они сюда воду привозят и вот там вот вид на вот этот город который мы проезжали сегодня вот так вот люди они здесь живут в горах никаких раздражителей ничего вот трасса по которой мы приехали здесь у них грунтовые дороги есть ну и и и и Субтитры создавал DimaTorzok